Александр Тимаков поэт, автор-исполнитель, военный врач. Как военный врач участвовал в двух чеченских компаниях 1996 и 2000 года. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Александр Тимаков, русский офицер, человек чести, автор нескольких книг-стихов. Сегодня мы представляем вашему вниманию творчество поэта и барда Александра Тимакова. Стихотворение называется «Уроки Арбатского». Булат Шалчак Куджава называл себя грузином Арбатского разлива. Я оставил только Арбатский и грузин. Почему стихотворение посвящено ему? Ну, во-первых, близко исполнение под музыку собственных стихов. Мы нальем вина французского и раскроем томик чинно и возьмем уроки русского у Арбатского грузина. Мы своей эпохи узники, осужденные безвинно. Нам бы взять уроки музыки у Арбатского грузина. В оглушительной безвестности прорастиль травой былинной. Нам бы взять уроки честности у Арбатского грузина. Прочитать ли в этой повести нам о жизни благочинной? Нам бы взять уроки совести у Арбатского грузина. Но после, вдохновленные словом, музыкой и честью, мы к любви приговоренные. Все пойдем по жизни вместе. Стихотворение, которое написалось очень быстро, здесь помогла в этом мне муза. Коллеги по Перу поймут. Стихотворение называется «Четвертое сентября». Расскажи, как в сентябрьском начале быстротечного бабьего лета слышишь зов ты мой полный печали и любви. Как ты чувствуешь это? Телефон я тревожить не буду, даже если истократ будет хуже. Но тебя, ощущая повсюду, знаю я, что всегда тебе нужен. Снова сердце забило тревогу, вновь слова зазвучали жестоко, а тебя словно манит в дорогу чувство, что мне сейчас одиноко. И не важно, находишься где ты, как рукой отведешь все печали на исходе сентябрьского лета у любви нашей в самом начале. Вы поставьте рояль средь осеннего сада, Чтобы в жизнь воплотить давний мой идеал, Чтоб настройщик пришел и настроил, как надо, Чтоб одетый во фраг музыкант мне сыграл. Сотвори, музыкант, чтоб звучала соната, Что написано солнцем на рыжих листах. Так играй же с листа, как Ван Клиберн когда-то, С тенью вкусной улыбки на юных устах. Заиграй, музыкант, так небрежно и просто, Бабьим летом в саду, средь притихших равнин, О прошедшей любви и о пройденных верстах, Чтобы эхом задеть серебро паутин. И еще мне сыграй, музыкант, непременно, Чтобы дивные звуки мелодии той Унесоном в душе, отозвавшись мгновенно, Воспарили над садом во след за мечтой. Чтобы в синий небес всех на свете прощая, Этот мир на друзей и врагов неделя, За мелодией ввысь навсегда улетая, Я в саду за роялем увидел себя. За мелодией ввысь навсегда улетая, Я в саду за роялем увидел себя. Стихотворение «Сенокос» — это воспоминание из юности, Когда мы были молодыми. Под вечер ловко сметана копна, И мы под ней застегнуты им углою, И льется звездный свет из полотна, Пронизанного Божьей углою. Постель из разнотравия так легка, Вся запахом напоена прохлада, Краюха хлеба, крынка молока, Мы молоды, ну что для жизни надо? Желание так робки и тихи, Чуть слышен шорох ситцевого платья, И чувства превращаются в стихи, И руки заплетаются в объятия, И поцелуй, желание воплотив, Порасплетает шелковые косы. Навек в душе остался тот мотив, Как мы взрослели в пору «Сенокоса». Следующая песня «Звезды» или «Дорожная зарисовка» Она была написана в поезде, Когда ночью лежа глядишь в окно, В безлюдной степи, Звезды огромные, И когда поворачивается поезд, Кажется, что поворачивается весь небесный свод. Вот, собственно, песня об этом. На нижней полке старого купе, Невыносимо жаркой ночью поздней, Я лежа на спине смотрел на звезды, Подобные сверкающей крупе. Их всемогущий обронил творец, Работая над этим миром тленным, Раскручивая землю во вселенной, Забыл закрыть волшебный свой ларец. И этих звезд неброская краса Лишь вызывало чувство сожаленья, О том, что мы в минуты вдохновенья Так редко смотрим ночью в небеса. А звездной полусферы «Млечный путь» Опять тарил тропу на небосводе, И вечная гармония в природе Давала грешным людям отдохнуть. И вечная гармония в природе Давала грешным людям отдохнуть. Следующее стихотворение Называется «Незнакомому критику». Я б не сказал, что вовсе неумелых Я начитался перед сном стихов. Нет, не зеленых, и совсем не белых, И согласиться с многими готов. Близки мне три волнения поэта И трогательные строки про любовь, И звучность рифм, И правильность куплета, И звонкая метафоричность слов. Поверх голов картина выше глядя, Как блок, сложивший руки на груди, Так говорил мне просвещенный дядя, Забыв завет старинный. Не суди! И в правоте, не усомняясь, Нисколько заговорил о прочих пустяках. Поэт талантлив, несомненно, Только я смысла не нашел в его стихах. Что ж, критикуя так, кого угодно, На зеркало полезно попенять, Поэтов разбирать неблагородно, Поэтов стоит сердцем принимать. Песня – это стилистика, Романс поручика Брусенцова, Стилистика под белогвардейский романс, Написана по мотивам фильма «Служили два товарища». Упрямая память невольно листает Былые страницы несбывшихся слов, И словно на крыльях В тот край возвращая, Где девочкой юной осталась любовь, В наивной беспечности жизни дворянской Тружиться в саду на исходе весны. Когда это было? Еще до германской, Еще до разлуки, Еще до войны, Холодный ноябрь Разоренного Крыма, Отчизна, Уже ли обретешь ты покой? Мы встретились взглядом, Вы ехали мимо, На юг поутру, По Китая джанкой, Но мне в экипаж к вам Затворена дверца, Увы, не вернуть нам растраченных дней, Лишь память одна Мне позволит согреться И мчаться во след, Загоняя коней В Седой Севастополь Войсками запружен Последнего транспорта Как весны стон, Россия прощает, Я здесь больше не нужен, Остались лишь честь, Да последний патрон Мне в памяти вашей Найдется ли место, Кто вы, Ни жена, Ни сестра для меня, Того До военного года Невеста, А ныне Парижа, Чужая Радоня Стихотворение, которое я всегда читаю На выступлениях своих, Мы другими вернемся С этой гнусной войны, Снова в жизнь окунемся посреди тишины, Мы вернемся другими, Это стоит признать, Нужно будет отныне Жизнь с нуля начинать, Станут мысли простыми, Как слова и дела, И в поступках в помине Нет ни капельки зла, И, вернувшись до дому, Стоит ли говорить, Станем мы по-иному Наших женщин любить, С виду люди как люди, Но в ночной тишине Долго снится нам будут сны, Что мы на войне. Страничка из дневника. Был пятый день весны, Конец работы, До кухни мы добрались как-нибудь, Ночь посадила на зим вертолеты, И нам дала немного отдохнуть, Рабочий день был тяжик и натружен, Опять спасали раненых бойцов, Не сетуй, брат, на этот скудный ужин, Есть водка, сало, хлеб в конце концов, А у кого-то, чтоб душою сподриться, В сумме нашла с головкой чеснока, А подвиг, подвиг завтра повторится, Все это будет завтра, а пока Опять гляжу в лицо друзьям уставшим, Там, в Ханкале двухтысячной весны, Чистицу сердца и себя отдавшим, За то, чтоб жили долго пацаны, И нету в жизни лучшего подарка, Покуда дни мои не сочтены, За руки ваши поднимаю чарку, За вас, великих лекарей войны, За руки ваши поднимаю чарку, За вас, великих лекарей войны. Не осуждай прожитые года, Они ушли назад, им нет возврата, И все же в час последнего заката Не осуждай прожитые года, Не забывай прожитые года, Они за юность грешную расплата, За тех, кого боготворил когда-то, Не забывай прожитые года, Не проклинай прожитые года, В них пыль дорог, и тяжесть автомата, И шаг в бессмертие русского солдата, Не проклинай прожитые года, Не искушай грядущие года, Не торопи, пусть будет позже дата Того, что мир ты посещал когда-то, Не искушай грядущие года. Несколько выдержек из Ханкалинского дневника, Который я ввел, находясь в Чечне в 2000 году. Итак, 12 февраля, суббота, тучи, туман. С утра позавтракали, собрались, Около девяти были на взлетке, Загрузились в корову вертолет Ми-26, И, как я предполагал, взлетели только в 15, Когда дала добро Ханкала. Не могу не упомянуть об одной памятной встрече, Которую не забыть. С нами ожидал вылета священник. Бархатная черная кика, бушлат поверх рясы, Объем и рост заметно выделяли его на поле, Даже в тумане. Согласитесь, фигура колоритная и в мир на это время, А тем более на войне. Помнится, в 1996 году, Перед отправкой в первый раз на войну, Придумал я молитву. Записал и частенько перед сном читал ее в горах Чечни, Подведено, где тогда стоял наш полк. Может быть, и жив остался поэтому. Так вот, увидев священника, я решил показать ему эту молитву И узнать мнение Святого Отца. Батюшка внимательно выслушал, кивая головой, Сказал, что все написано верно. Однако заметил, что любая молитва должна заканчиваться словами Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тут же на поле трижды по-христиански расцеловал меня и осенил знамением. После этого стало так легко и спокойно на душе. И сразу куда-то ушли все тревоги, сомнения, страхи. И я вдруг понял, как, а главное, во имя чего мне жить дальше. А сама молитва, вот она. Господи Боже, милостливый всемогущий Отец наш, Обращаюсь к Тебе, Твой заблудший сын, в этот час невзгод и испытаний, Что выпали на мою долю. Смиренно прошу Тебя, Господи, укажи верный путь из тьмы, Вдохнови на дела праведные, Вразуми на поступки благие, Укрепи разум внезыблемую веру в Тебя, Господи. Направь в длани свои справедливые помыслы На добродетель человеческую. Во имя мира, счастья, добра и покоя в жизни нашей грешной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Так Святой Отец Волоколамский Константин Молчанов Направил на путь истины еще одного ничтоже сумняшегося, Заблудшего Сына Божьего. Ну, как забудешь такое? И крайняя запись в дневнике. 19 мая, пятница, солнечно. С утра всех в поезд, взяли письма и в 13 на Моздок. Короткий митинг, отзвучали звуки прощания славянки. Тронулся поезд, ко мне подошел Кривченко и сказал, Сан Саныч, представляешь, мы отъезжаем. И заплакал у меня на плече, как ребенок. Сколько-то он держал в себе за эти 99 дней. Такое трудно забыть. В дороге думается о многом. Пройдет немного времени, и мы разъедемся кто куда. Жизнь продолжит свой ход. Для кого-то бег, для кого-то алюр, а может и голок. Сотрутся в памяти имена, события, лица, даты. Но до последнего гвоздя останется чувство собственной востребованности и гордости за свою работу в такой команде. Еще за то, что где-то далеко, по всей огромной и неоднозначной России, Живут и здравствуют люди, которым мы сохранили здоровье и жизнь, а значит и надежду. Я сразу прочту стихотворение, которое посвятил своей супруге Наталья. Как-то мы увидимся с тобою, с дружью в сердце все гадаю я. Как вернусь и тихо дверь открою, обниму тебя, любовь моя. Много было праздников и буден, все вместил уютный наш мирок. Но отныне места в нем не будет ссором и обидом, видит Бог. День ли будет вечер, я не знаю. Но едва переступлю порог, может статься все позабываю, Кровь и пыль всех пройденных дорог. Это как прозрение. Утром ранним, в росном блеске полевых цветов, Понял я всю цену расставанием, смысл и простоту заветных слов. Напрочь жизнь мою переиначив, унесутся горести, как дым. И тогда от счастья я заплачу, на колени пав к ногам твоим. Следующее стихотворение называется «Картина детства». На хуторок порой осенний добрался я к исходу дня, И свежевымытые сени сосной пахнули на меня. От груза лет, куда мне деться? Вернулся снова я домой, Из ведра, как в давнем детстве, Испил водице ключевой. Красой сиял закат в полнеба, Затихла дальняя гроза, А в горнице запахло хлебом. И засияли образа на солнце золотом сусальным, И в печке заметался дым, Я в отражении зеркальном, Я стал беспечно молодым. И половицы заплясали, И сердцу сделалось легко, Когда на ужин мне подали парное с хлебом молоко, А из раскрытого оконца Прохладой хлынуло с полей, И лба коснулся лучик солнца Руками матери моей. Так далеко до перепути, Я думал, будет так всегда, Но жизнь безудержная ртутью Ушла сквозь пальцы, как вода. Она казалась ярким светом, И листья падали в траву, И руки эти бабьим летом Не позабыть, пока живу. Песня называется «Странница». Языками какими владеешь, По пустыне безлюдной бредёшь, Где найти пропитание сумеешь, Где ночлег на сегодня найдёшь, Гвоздух пусто на шажде замешан, Сверху солнца нещадно палит. Расскажи ты мне, кама-гредеши, Отчего твоё сердце болит? Расскажи мне, погуда не поздно, Как сквозь вязкий полуночный брак Ищешь путь через стерли к звёздам, А находишь бардак да кабак, Где унищих заплаты на платье, И в душе, как в суме, пустота, Где дешёвые девки да тати Позабыли и мать, и Христа. Позабыли. Там скрипучие чёрные нары С нетерпением ждут ходока, Там лишь шаг от звенящей гитары До сухого взведения курка, Там под купола с златым наватом Разливается по лагерям, Если почесть, то павшим солдатам, Если слава, то падшим царям, Если слава, то падшим. Языками какими владеешь, По пустыне безлюдной бредёшь, Где пропащую душу согреешь, Где последний приют обретёшь, В кровь изтоптаны ноги босые, Так и бродишь из края в края, Ах, Россия, святая Россия, Не зажившая рана моя, Не зажившая рана моя. Стихотворение называется «В Пороскево в Вознесенском монастыре». Раньше там был медицинский склад, И мы поехали отсюда с Ульяновска На Камазе туда, Приехали в такой райский уголок, Что просто душа запела. Отыскалось местечко не сразу, Как наградуя нам за труды, Запылённая рыла Камаза Ткнулась в берег у чистой воды. Живописцы и впрямь были правы, Восхваляя небесную ширь, А под ней на холме у Дубравы В серебре куполов монастырь И куда-то уплыло мирское Время быта и тяжесть оков, Лишь осталось творение людское Белым камнем средь серых веков. И, наверное, стоит родиться На мгновение мир посетив, Чтоб святою водою умыться И знамением себя осенив, Ковылём до земли поклониться Ветру вольному с разных сторон И услышать, как в небо стремится Колокольный, малиновый звон. Здесь никто никого не осудит, Возвращаясь в родные края, Только так очищаются люди. Это было, так есть и так будет. Аллилуйя, отчизна моя. Стихотворение называется Обращение к другу. Мой друг, необходимо время, Чтобы оценить и всё исправить, И всех живущих в ряд составить Поэтов нынешнее племя. Со мной в одном строю Легко льем Глядеть вперёд, а не обратно, И размышлять. Чего ж мы стоим? Стоим и стоим. Вот занятно. Мой друг, мы виноваты сами, Что слово не дали поэтам, Или за спиной крылья, где там, И нимбов нет над головами, В пригоршнях все моря прозрачны, Лишь горизонт добавит цвета. Совсем иначе у поэтов Они вблизи неравнозначны. И среди целого народа, Гудящего безликой массы, Стоят свои отдельные расы Поэты, штучная порода. Судьба поэтов – быть другими, Иначе спит, иначе дышит, И вопреки они во имя Средьмона стерео услышат. Песня называется «Севера». Зовет зачем-то С просторов Волги Моих желаний Неясных суть. На север дальний, Где дни так долгие, Где вечерами И не заснуть. Туда, где в сутках Нет места ночи, Где скудность тундры Ее краса. Туда, где свет Покидать не хочет Обетованные небеса. Там разум времени Не сдается. И ты бессонный Сидишь в тиши И освещает ночное солнце. Все закоут твоей души. И пустотьма Уступает место Надежде с верой Без лишних слов, Чтоб вслед за ними Пришла воскресла Несмелой робостью любовь. Вот потому-то Покоя нету, Когда приходит Любви пора. И я лечу Через всю планету Тебе на дальние севера. Тебе на дальние севера В феврале В музее Гончарова Состоялся Большой творческий вечер Александра Тимакова. В мартовском номере Журнала «Симбирск» Читайте публикацию Об этом событии И подборку стихов Александра Тимакова. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч в литературной Видеогостиной.